привет всем любителей любителей велоспорта сегодня мы видим обзор гонки которыми недавно проехали это милан санрэмо с вами я лаки новик гога он живет всем и илюха вот гонок только начинается сейчас нужно пройтись по составу в первую очередь посмотреть у нас прикинуть как могут развиваться будете с первым очередь первую очередь хотелось бы отменить главного фаворита этой гонки специально менеджеров а 19 его сюда послал надежде победить на легкую победу но в принципе на эту годку на эту гонку всегда менеджеры выбирают лучшие составы по составу это что вы видите здесь одна команда без исключения не обошлась но он пожалуй лайв стройных здесь достаточно слабенький состав кульбреля все-таки чем проще все-таки гонка для профильных спринтеров на последних 30 километрах дистанции будет два холма серьезно будущих разберем но на состава здесь и довольно сильный состава как я сказал тимской менеджера лайки как раз веря керч алкотре яскад кристоф в бога просто и мы этого на вермотт радио шек охорот это сэм беннетт и баталин то есть у него два капитана сразу на эту гонку и восточный банк тут тюнс под 126 номером одну главный фаворит наверно саган да все таки если вот так допустим посмотреть допустим никто не знает как у кого какая мораль главный фаворит на все-таки здесь и то что он у него и стамина хорошие там и холмы хорошие спринт тоже хороший план фаворитом конечно видится он но есть серьезные соперники конечно которые могут побороться с ним за победу в этой гонке да в первую очередь это как раз кристоф не зная тогда еще морального состояния у кристофа в итоге плюс 4 как можно сейчас наблюдать на экране в итоге он оказался таким самым сильным соперником в итоге он и выиграл эту гонку правда с незначительным преимуществом все-таки со саган проиграл по сути финиш на самых последних метрах дистанции мы еще это обсудим она в начале гонки нас формировался отрыв из 10 человек здесь сразу представители многих команд в некоторых даже два гонщика первая команда состоящая из двух это моя представлю его отрыв это саймон кларк и лукас постелбергер в принципе здесь логичнее подумать все-таки по скиллам фаворит из моей команды должен был быть кларк но с учетом того что мораль у него была гораздо хуже сейчас уже не вспомню по минус 2 я решил взять капитаном постелбергера тем более что у него плюсовая мораль была я считаю что в принципе это логично как вы ребят считаете в принципе если допустим у вас капитан с минусовой моралью в отрыве и грегори с плюсовой сделайте ставку на грегори но если мораль допустим грегори намного слабее и у него мораль там минус один а у того кого как бы хотелось бы сделать ставку у него там плюс один там еще есть вариант надо как бы думать смотреть как как в итоге там может примерно признать конечно то у основного гонщика на которую делать ставку у него там минус 2 а у грегори плюс 2 плюс 3 то тогда конечно да то это во первых другие будут думать то что тебя гонщик который 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 ты хочешь довести как бы это тот сильный гонщик а у него минусы многие не могут просто не смогут даже додумать то что на самом деле ты везешь грегори и и у него то что большой плюс он сможем но большая вероятность как как большая вероятность относительно конечно то что он в отрыве но если отрыв доедет то он сможет там хотя бы попасть в стройку вот понятно от чем нелюх очень добавишь в этом поводу я так вот к примеру вот любви в этом отрыве сразу обсудим остальной отрыв хорошо обсудим остальной отрыв также помимо моей команды еще два гонца здесь семей команды life strong это марк рэншоу и алексей луценко майки национального чемпиона казахстана как мы можем видеть луценко здесь в качестве капитана и тренд шоу в качестве грегори ну и обсудим остальный отрыв здесь в основном все таки половина представителей ботов я даже называть не буду единственное что назову еще представителей из людей это харди как раз менеджер лаки йенсен менеджер илюха отрыв на первую часть дистанции достиг трех с половиной минут в пилотоне потихонечку начал работать команды discovery channel рафа как раз имеет статус главного фаворита сейчас по крайней мере не отпускает отрыв на далеко длина но достаточно протяженная плане устал ресурс все-таки он может быть с этой стороны кажется он сделал то что он не тянулся и команды отрыва что-то не стал в 320 и 30 фаворита чтобы отрыв далеко не если совсем не работать если просто отпустить отрыв то может набрать такую привычку которая просто не ты не пилотон не сможет потом как бы достать отрыв ну и сильно работать тоже как бы не вариант потому что сильно убиваешь гонщиков и они там листок конца сил тратить у них они просто могут спокойно выпустить с пилотона даже и ничем в дальнейшем не смогут помочь просто теперь все и работал приехали ну парижница все-таки считаю исключением из правил потому что ты пожалуй единственный тур из многих многих за последний сезон и когда вот так ну безалаберно по сути то ли от того что фаворитов не было хотя там вроде речь упор да и илюха ехал и он был главным фаворитом но в итоге отпускали отрыв каждый этап хотя там помню димулян ехал урода сейчас я не помню в скидку но все-таки парижница этот пожалуй исключение исправил в этой гонке все-таки достаточно все скомбинировано было на момент уже подъезда к первому холму этапа это уже половина дистанции прошло больше 150 километров отрыв выигрывал 440 на этот момент с этого момента я начинаю кларком раздавать подгорку знаю что если сейчас чуть-чуть сбавить темп то отрыв сожрут за милую душу буквально защитные десятки километров то есть к этому моменту отрыв начать потихонечку и увеличиваться от украфа работа неважным и один из главных грегори саганов что он сейчас выбирает группу сбросил работать в пилотоне видите скорость всего 18-15 км в час на такой и отрыв сразу вырастает до шести минут то есть буквально за пару километров отрыв вырос на полторы две минуты это в итоге мне кажется многое потом поменяла в пользу отрыва был шанс все-таки доехать до финиша если бы чуть попозже разберем если бы не помощь как раз команды алкотреш то есть в течение до дальше но как раз да хотел добавить то что насчет горки или холма когда если открыть работает кубору получается отрыв может набрать много преимущества если наоборот отрыв не работает то наоборот отрыв может много много и потерять как бы по времени вот как раз такой момент то что вот в горку можно и как бы и так и сяк можно и много набрать можно многое потерять как раз о чем ты говорила ну да это всегда так и было со спуска я не прекратил работать кларком знаю что не был вот и тем более за ты стоишь игроков реально не особо не будут париться здесь но представители а ночь мог быстрее скратиться если бы не крайней мере я не упустил какую-то лишнюю минуту отрывы ведь отрыв по-прежнему сохраняет весомое преимущество в 7 минут все таки еще одну минутку удалось здесь вырвать у основной группы то есть со спуска отрыв ничего не потерял я считаю что это одна из главных хороших показаний отрыва то что мы не дали им приблизиться потому что со спуска допустим вот никто бы не работал да или там работали так сяк отрыв мог сократиться до двух-трех минут ну что это за отрыв за 130 километров до финиша я считаю что можно было дальше не продолжать вообще никаких действий совершать а тут комфортно отрыв все минут 130 километров еще и шансы ну правда невелики да если основная группа сейчас придется на полную что говоря но видим основная группа вообще пассивно кроме пожалуй вот раф и который сейчас второго человека к себе подзывает на смену декларк вышел сейчас вот судя по усилиям где-то в районе восьмидесяти он сейчас херачит то есть на жившем сюда хотя мы еще вам сообщили проехали подъем пронзывается по сударь причину и еще будет такой момент что вы довольны у него спорта могут быть позиний так но 7 минут в итоге это самый большой отрыв которые удалось дать в основном в группе отрыв сократился ну не то что дороже существенно то есть за какие-то 20 километров он сократился до 4 минут за 75 километров осталось 4 минуты раньше уработает тоже изматывая своего второго гонзага готовит к решающей атаке мы чуть дальше проведем в гонке могу считать да сейчас стараюсь найти этот момент ну по-моему чуть дальше по-моему он еще гораздо раньше прокололся не могу найти этот момент да вот здесь он прокололся сразу после спуска горки обрели в итоге он не прокололся он же упал там массовый завал был вот сейчас этот момент так тут скорость не работает и смотрю так ладно вот сейчас буквально через вот сейчас он упадет до массовый завал происходят 30 человек упало в итоге это за 120 километров до финише зато за 128 если быть точнее и вот с этого момента капитан лайфстронга начал догонять догонять к этому времени кстати отрыв от основной группы уже вырос сейчас он составляет 6 минут до все-таки за 120 километров а вот колбали в итоге за счет своего падения потерял еще три минуты то есть 6 минут и 9 минут колбали то есть ровно три минут он проигрывал на этот момент сейчас он спускает 1 из грегори афредо сейчас в итоге он чуть чуть подальше сейчас еще спустит санчеза и вместе они будут добирать отрыв но все-таки стоит сказать что агап километров 15 все-таки капитаном ему пришло водяной сгруппирует их чтобы они вместе координировались это все-таки силы капитана ушли на это сейчас уже вот видите санчеза спускает вниз сейчас они сейчас он догонит их так вот с этого момента после падения кстати прошло всего 15 километров он уже двух человек он уже двух человек спустил отрыв 6 минут в итоге ему удалось добрать основную группу перейдем пожалуй к финальному отрезку уже непосредственную финишку в отрыве в принципе ничего особого не происходило за всю гонку ну пожалуй вот атака луценко и енсена они пытались в итоге обмануть основную группу и остаток отрыва но здесь как кларк у меня сдох уже начал работать постелбергер в принципе хватило усилий 85-90 чтобы их спокойно добрать особо не тратить да вот стать на счет падения до такой момент то что вот такой обстоятельств который может с любым дочкам случится и особенно наравнение даже по моему на на горке проще догнать горняком отрыв чем наравнение когда еще пилотом работает очень сложно и нужно много сил нам потратить его для начала своим лидером если у тебя лидер упал и потом когда спускаешь других еще много сил нужно приложить и у лидера также тратить силы когда догоняет твои же грегори допустим ну как бы потом очень сложно на финише будет гонщик ну да тут своя специфика все-таки игры не то что у нас было несколько сезонов подряд в одиннадцатой игре когда отрыва можно даже был и не хотела здесь не отпускали отрыв в любом случае боты даже они в принципе всегда стараются держать отрыв на уровне двух двадцати сорока что я заметил они в любом случае будут держать этот отрыв в этом временном промежутке два двадцать два сорок далее если отрыв будет больше трех минут он уже спокойненько так едет то есть можно не напрягаясь наращивать преимущество основной группе в принципе вот главное что ошибка если человек не хочет работать весь этап он лидер этапа у него команда крутая он видит что отрыв достаточно в крупном таком количестве больше десяти человек да там человек 15 отрыв полторы две минуты и он видит что он не может никак догнать их да даже несмотря на то что он прилагает полные усилия отрыв по-прежнему составляет около двух минут никак не может догнать уже соц кричит так отпустит их на пять минут на шесть но они не будут так сопротивляться при таком отрыве я не вижу ничего никаких проблем потом добрать до этих двух минут и уже когда они уже изрядно под сдохнут их на финишном отрезке уже капитанами добрать честно ну да три-четыре минуты если отрыв как бы не 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 так страшно я не вижу логики опорной не вижу логики что отрыв не опускает больше двух минут особенно там не особо сильных гонцов но и не вижу никакую проблему потом их добрать любом случае но нас переходим опять гонки двадцать пять километров до финиша у нас двойка сформировалась остальных это уже последний отрезок луценко и постелбергер единственная пара двойка осталась которая капитан команд они отъехали от основной группы на две с половиной минуты сейчас уже полторы минуты здесь уже восточный банк пошит вовсю не знаю илюха на этом вполне чего вчера отсчитывал основную группу шучу а клюк у нас опять куда-то уходит постоянно кстати пояс лаки сейчас им sky сразу пять человек у него здесь лаки а ты чё старался здесь раскатать все таки это не последний холм еще до финиша 20 километров позиции в голове группы да да я как бы потому что весь нибудь в голове группы в такой момент когда там остается последний холм и причем там не такой достаточно большой спуск потом опять же начинается следующий последний холм этой гонки и если ты будешь слишком далеко сзади ты даже если будешь очень сильно пытаться догонять то у тебя на пути будут податься другие гонщики других команд которые вздыхают образно говоря которые которые закончить силой и ты будешь постепенно в них упираться и все все равно те будет намного тяжелее уже в этот в голову пелотона как бы выйти своими гонщиками из-за этого просто решил поработать впереди но не очень сильно ну так достаточно для того чтобы не не выпасть куда-то там хвост пелотона ну как видим вот сейчас ты по-прежнему на первых позициях у тебя один уже отвалился сдох я так понимаю осталось а нет опять 5 все-таки вернулся я сейчас сквинш раскатывает по левому краю идет агап он сейчас в полную силу санчо по себе санчо за можно наблюдать еще слева я появляюсь грега грек ван армия авермат раскатывать раскатывает его вакач с правой стороны на самом краешке видите поезд рода радио шаг не сам начинает раскатывать стать и вот что уценка еще и он чуть впереди еще едет вам все 7 и 5 и добрали отрыв все-таки массовый финиш будет вот если бы до спуска как бы силы немножко бы остались у отрыва и секунд 30 преимущество хотя бы то еще возможно было побед отрыву было бы но в принципе силы есть и на спуске намного сложнее тогда если он тем работает уже было бы как бы были проблематично пелотона догнать за последние там несколько метров спуска отрыв ну да кстати как можно заметить всего лишь чтобы этой красные точки красной линии когда отрыв мог победить там всего несколько километров было но и силы все-таки отрыва не бесконечно сейчас мы наблюдаем финальный спринт вот с первого взгляда так об нечаянно сейчас надо бы еще послушать эмоции я скота после этого и разочарование рапы все таки он не ожидал что он упустит победу на буквально на последних пяти метров я думаю даже самый самый последний момент самый последний момент заметил потому что он уже все как бы наверно руки взмахнул вверх типа я все уже саган должен победить и тут справа к я причем так в уголке то что если ты будешь смотреть именно на саган в этот момент еще не увидишь даже тех кто-то там справа края где-то там вдалеке обгоняет так что она и нужно радовался но не тут-то было как бы не в этот раз он спросил там как это так поэтому все-таки косвенно доказывает что он живут уже уже радовался победе уже не ожидал что его кто-то обойдет вот как оно вышло то в итоге возможно даже вообще не заметил просто потом увидел когда сверху справа в правом углу были написаны победители он потом только возможно увидел это вот то что не он победила другой человек пролистываем финиш гонки кстати люка пытался зайдировать и вперед но не имея спринтерских способностей особенных сопротивляться основным финишером не было никаких шансов в итоге я финишировал третьем после кристофа и сагана честно у меня была марабе люстре я рассчитывал все-таки тоже победить но с учетом вот таких сильных соперников в она вермата тем более спринт 74 до своего рывка такого как у сагана и кристофа у него нет также третье место в любом случае считаю успехом вне зависимости от того какая мораль была все примечательно еще скажу что 4 5 место в итоге оккупировал рот двумя капитанами как обычно ему всегда удается в топ-5 в топ-6 двумя гонщиками честно никогда не понимал как так можно заявлять плотно либо ты на 1 капитан работаешь но на 2 обычно не получается как поговорка с двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь тут я не знаю тут ему наверно это не относится ну тут еще плюс 3 таки финиш если двое еще остались у него как-то вот как-то он смог это сделать как-то выдержал но не первый не второй топ только не попал но все-таки смог как бы удержаться пятерки двумя сразу гонщиками да тоже очень сложно усмотреть за там за двумя за тремя может капитан просто может своего капитана потерять и все в таком варианте но не без этого сейчас понаблюдаем за действиями кристофа в этот момент победителя гонки сейчас он находится на спуске где-то на 7 8 позиций и вот что сейчас можно обратить внимание сейчас сядет на колесо хасу не шара лаки то ли он нет он в итоге не контра спринтовал его он в итоге выехал на обычной кнопки смене и вот спринт он нажал где-то за полтора километра до финиша чуть как бы гораздо позже чем саган что можно еще обратить внимание сейчас кристоф сидит кстати за саганом это вот прям видно он сейчас кнопка контр-спринта нажата сейчас он потерял колесо сагана сейчас из агиры вмешивается в это построение кристоф начинают принимать вправо потихоньку сейчас садится за батаре нам потом батаре ну хоть в сторону кристоф кристоф в итоге значок у него висит сейчас работать недолго смене но в итоге это позволило ему сохранить высокую позицию и стартовать примерно с 4 5 место он нажимает спринт за ровно полтора километра до финиша можно кстати видеть что саган гораздо раньше дернулся ну да километр на пол километра вот сейчас дернулся да ну не пол километра прилично не ну там вроде как и кажется мгновение на самом деле там метров 200 300 игровых прошло все-таки решает потому что в этой игре красная шкала отвечающая за максимальное ускорение гонщика она очень быстро расходуется при нажатии спринта то есть нельзя так взять и за три километра когда активируется эта кнопка нажать на спринтеру спринт и быть уверенным что он сохранит эту энергию полную до конца то есть в любом случае он сдохнет раньше его обойдут те кто были у него на колесе убирать момент определенные когда нужно придавать не так то просто не так легко это все научиться как бы но естественно целое искусство все-таки игра не такая простая как кажется на первый взгляд это интереснее футбольного менеджера будет здесь свои стратегии свои тактики если на футбольном поле там одни и те же команды на одном том же поле собираются да только название разные да и стадион разные здесь и профиль гонки разные гонщики разных специализаций кристоф обходит в итоге сагана буквально за 0 и 0 и 3 до финиша ну естественно будь я на месте рав я бы тоже удивился как так вот вроде едешь на первой позиции да уже стартуешь уже вот обходишь слева и справа всех буквально тебя никто уже не может обойти и вот тут кристоф буквально просто втаптывает его причем даже все позади были уже как бы и знать как смотришь он едет вроде уже далеко все позади он думает но все саги давай давай и тут и и судьба до итоге не судьба ничего может следующий раз да и тем более у него побед уже достаточно на этом тем более он собирается еще пари шрубой брать посмотрим как он возьмет так ну ладно в принципе можем завершать уже милан санремо достаточно уже поговорили о тактике а стратегии о ходе гонки чуть хочет добавить лайки от себя чем можно добавить надо играть учиться развиваться каждый раз все что-то новое всю игру ты досконально даже если ты супер профессионал все равно что-то может измениться может мешаться падение может мораль очень сильно вмешиваться в гонку много вообще интересных моментов которые как бы влияет на рандом то есть не не сможете все досконально проконтролировать и всегда занимать там первые места это точно золотые слова еще раз наблюдаем как кристоф обходят сагана в этой золотой дуэль все-таки графу это все-таки редко сабу яско то это первая победа на пенду ждала вот именно в каком-то мероприятии один классом к я одессе последние ну что с вами был блога менеджер так мы дошли до этого еще дойдем так ладно обзор как раз свой день рождения победил но видать подарком услышать на день рождения такой был от рафа не дождешься подарка свыше подарок да хотя может как знать а в четвертом сезоне еще даже видео осталось графа по моему специально перед финишной линией замедлился чтобы пропустить рода взамен того что он его тянул на генерал такое так даже такие ситуации были раньше не знаю как здесь мы здесь вряд ли какие-то в общей цели у них были общей цели всех 1 победить и победил все в итоге один человек яско все-таки поздравляем его ну что пора заканчивать уже слишком долго обсуждаем большое видео получится с вами были менеджер гога менеджер лаки и менеджер люха всем пока пока до следующей встречи всем пока